В Наринмаре с рабочим визитом побывал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов посетил Наринмарский детский дом и пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Парламентарий оценил условия, в которых проживают воспитанники детского дома. Они максимально приближены к домашним, чтобы дети чувствовали себя уютно. Даже готовятся к урокам, ребятам помогают воспитатели. «Любишь чтение? Русский, математику? Русский, математику. Ну что лучше получается, математика или русский? Русский». Сегодня в Центре содействия семейному устройству наш дом находится на воспитании 73 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет. С января прошлого года к детскому дому присоединился дом малютки и дети-сироты в возрасте от 14 до 18 лет, которые обучаются в школе имени Пырерки. Единственная проблема, с которой сегодня сталкивается коллектив Центра содействия семейному устройству, это отдаленность зданий друг от друга. «На сегодняшний момент, я думаю, что одна из важных проблем – это три разных здания, которые находятся друг от друга на определенной удаленности. И в перспективе мы надеемся, что округ нам подарит новую пристройку детскому дому». Еще одно учреждение социального назначения, которое посетил депутат Госдумы в рамках визита в окружную столицу – Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Ярослав Нилов осмотрел жилые комнаты, в которых проживают представители высокого возраста. Их в учреждении сегодня насчитывается 84 человека – 32 женщины и 52 мужчины. У каждого из них своя судьба и свои причины нахождения в доме-интернате. «Как вы здесь живете? Кормят хорошо? Тепло? А чем занимаетесь? Телевизор? Собираетесь вместе?» «Вяжете, да?» «На экскурсии ходят, да? На экскурсии ходите?» «Коллектив дома-интерната старается разнообразить досуг своих постояльцев и сделать их пребывание в учреждении комфортным. Здесь пенсионеры проводят совместные вечера, занимаются рукоделием, ходят друг к другу в гости и культурно просвещаются.